ПОДПИШИСЬ! 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 Международное сообщество одобрило Конституцию Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире. Она гарантирует каждому гражданину права и свободы. Именно в ней говорится о том, что единственный государственный язык в Украине — украинский. Президент не может исполнять свои обязанности дольше, чем два срока подряд, а депутаты Верховной Рады имеют право на неприкосновенность. Там же прописано право на бесплатную медицину, на собственное жилье и на пенсию не ниже прожиточного минимума. Документы сегодня считаются одним из лучших, но только, увы, на бумаге. В практике он практически не работает. В нашей практике длится до сих пор общественный договор, который сложился еще в эпоху развала Советского Союза. Общественный договор вы себе воруете, но не мешаетесь в нашу жизнь. Потихонечку, конечно, это мировоззрение, с заменой поколений в электоральном процессе, с приходом новых людей, с новым мировоззрением, которые выросли уже не в Советском Союзе, конечно же, меняется. Но пока давляющим остается именно вот эта рамка. Коррумпированность и злоупотребление власти стали нормами жизни. Принимаемые новые и новые законы постоянно урезают права граждан. С одной стороны, это не имеет какого-то законного статуса, потому что Конституция прямо запрещает сужать права граждан. С другой стороны, деваться некуда, так как экономическое положение диктует свои правила. За 21 год в главный документ страны вносились поправки четыре раза, и все они, по мнению Андрея Бодрова, не диктовались заботой о великом будущем Украины или благосостоянием народа, а больше касались удержания власти той или иной политической силы. Что же касается будущего, я думаю, что те сигналы, которые сейчас особенно активно подает Народный фронт, в том числе о них думают и на Банковой в команде президента, это, опять же, страховочные вещи, которые связаны с возможным досрочным проведением президентских и парламентских выборов или, возможно, с подготовкой к все-таки проведению в срок в 2019 году, но, тем не менее, по сценарию, который не будет устраивать нынешнюю политическую команду. Опять же, закладываются сейчас основы для того, чтобы говорить о принятии в Конституцию поправок, которые фиксируют положение о переходе снова к парламентской президентской республике. Если Конституцию изменят в пятый раз, и Украина станет парламентской президентской республикой, то президент станет номинальной фигурой без полномочий. Это даст возможность через большинство влиять на принятие тех или иных решений. Если говорить о том, чем закончатся нынешние шатания для нашего народа, то, по большому счету, народ научился жить без своих героев. И поэтому, скажем так, какое-то особое влияние на жизнь маленького человека это не окажет. Оказать это влияние можно только через инструменты макроэкономики. Почему? Потому что парламентская форма, с одной стороны, является более демократичной, но, с другой стороны, гораздо более разбалансированной. По мнению Андрея Бодрова, ожидать каких-то резких изменений в нашей стране в ближайшее время не стоит. А Украина заживет хорошо только тогда, когда каждый будет делать хорошо свое дело и на своем месте, а не ждать, что кто-то придет и все сделает за нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова